Герой Советского Союза, единственный в нашем городе Павел Павлович Сюткин. Ему 94 и он в полном здравии. Получил звание Героя за боевые заслуги, проявленные в годы войны. Сегодня он принимал поздравления от своих товарищей, ветеранов Великой Отечественной войны, от педагогов города Сочи, детей, воспитанников центра внешкольной работы. Приехал поздравить и мэр города Анатолий Пахомов. Это те, которые занимаются военно-патриотическим воспитанием. Это те общения, с которыми минутное может, по большому счету, перевернуть жизнь. Это те, на которых мы сегодня надеемся и которые должны дожить до 100 лет, а потом и дальше жить для того, чтобы рассказывать о великом подвиге, рассказывать о своей жизни. И мы будем всегда гордиться и будем, конечно, просто очень рады тому, что мы еще рядом. И мы за это очень благодарны и говорим также большое спасибо. Спасибо, Павел Иванович. Спасибо большое. Еще раз с днем рождения. Я старался свое сердце, свои знания, свои мысли всегда передать своим сверстникам, своим товарищам. Павел Сюткин скромно рассказывает о своем подвиге. Говорит, были воспитаны в таком духе патриотизма, что иначе поступить не могли. Защищали каждый свою семью, народ, страну. А ребята из военно-патриотического клуба «Патриоты России» обратились к Павлу Сюткину с просьбой разрешить клубу носить имя единственного в Сочи героя Советского Союза. Общаясь с ветеранами Великой Отечественной войны, а также с председателем клуба госбезопасности, с Яновым Александром Ильичем, мы пообщались, думали, какой подарок сделать. Сюткину Павлу Павловичу пришла идея присвоить клубу имя героя России, героя Советского Союза Павла Павловича Сюткина. Полк Сюткина прошел поля сражений на Брянском фронте, Калининском, Втором, Прибалтийском, Третьем, Белорусском фронтах, где он был командиром самоходной установки. Затем был назначен командиром батареи. Гвардейский самоходный артполк уничтожал немецкие танки «Пантеры» и «Тигр». Сегодня дети в благодарность вспоминали боевой путь героя, читали стихи, пели песни и даже подарили портрет, написанный воспитанницей центра Лизой Радченко. Гелена Встецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».